Ариельский университетский центр в Самаринь передовой вуз 4 факультета 24 кафедры 200 человек высшего преподавательского состава из них свыше 60 профессоров 10 тысяч студентов Всем привет! Меня зовут Артур. Я Люба. Мы приехали из Кишинева на программу МАСА в город Ариель в университетский центр программа Аццин. Меня зовут Наталья. Я приехала из Украины, из Киева. Мне 23 года. Меня зовут Миша. Я приехал из Азербайджана, город Баку. Мне 22. Меня зовут Настя. Я приехала из Украины. Живу в городе Мариуполь. Мне 22 года. Меня зовут Саша. Я из России, из города Иркутск. То есть, из города Ангарск, Иркутская область. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Меня зовут Виталий. Мне 21 год. Я приехала из Узбекистана, Сашка. Я приехал из Узбекистана. Мне 25. Приехал в программе. Мы приехали в программе МАСА, Которую я, например, услышал от своих друзей, которые были на программе МАСА, но в несколько других направлений. Я узнала о программе, которая будет проходить в городе Ариель в у нас в Сахнуте. Нам рассказал наш организатор, который организует поездки по программе МАСА. Она предложила нам рассмотреть. И затем организаторы уже из Киева начали нам присылать информацию более подробную. Мы рассмотрев, мы решили, что стоит поехать. Я узнала о программе. В принципе, я ее не знала давно. Многие мои знакомые по ней ездили. Но у нас в Ташкенте есть Сахнут, есть Арианский центр, которые, в принципе, оповещают всех об этих программах. И в этом году я закончила университет. Степень получилась у меня Бакаларуси в Ташкенте. И решила съездить, посмотреть, узнать из себя что-то новое. Доктор Алла Сидоренко. Преподаватель у МАСА «Иврита». Это уже вторая ее группа, которая проходит сейчас. Хотелось бы спросить у нее, каковы дети, каковы их планы на будущее, чем они отличаются в начале от конца программы. Давайте послушаем, что ей сказали. Дети очень серьезные. Приезжают с намерениями познакомиться со страной. И если в начале они не очень понимают, где они находятся, то чем больше они знакомятся со страной, находясь внутри, путешествуя по стране, общаясь с окружающими их людьми, приятелями, они глубже понимают, что им нужно знать язык, который поможет им и в общении, поможет понять эту страну. И к концу года проявляется больше интерес, чем в начале. Ну, я могу сказать, что система образования, конечно, совершенно отличная от нашей. То есть здесь совсем все проходит по-другому. Но для нас это немножко сложновато, могу сказать. Но, в принципе, ко всему можно привыкнуть. Я решил на себя, что я еду в Зраиль. Лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что, скажем, годом бросать что-то где-то и срываться, уезжать на другое место, все трудно. Поэтому, тем раньше, тем лучше. Мы семейная пара, так что даже семейным парам здесь можно. Можно и нужно участвовать. Особенно для тех, кто собирается переезжать. Очень важно. Что бы вы хотели сказать в заключении тем людям, которые, может быть, приедут через месяц, а может быть, через три, а может быть, и через три года? Какие бы напутствия были у вас? Напутствия, наверное, то, что стоит съездить, посмотреть, попробовать. Это в любом случае новый опыт для большинства, по крайней мере. И такую возможность просто грех выпускать, поскольку она не каждому в жизни дана. Я хочу пожелать, чтобы они обязательно пользовались возможностью, которая им дается. Потому что действительно уникальный шанс. Особенно для молодых это уникальный шанс. Так что не бойтесь и дерзайте. Первое, что я хотела сказать, не бойтесь сделать этот шаг. Эти четыре месяца, которые у вас не будет там у себя, где вы живете, они стоят того, чтобы сюда приехать. Потому что, приехав сюда, ты действительно чувствуешь свою связь с Израилем, свою связь с еврейским народом и с еврейской общиной. Поэтому это очень важно для каждого. Почувствовать это в себе именно здесь, а не там у себя наружу. Я хочу сказать, что тем, кто не просто хочет приехать в себя как на Таглит или как на другую программу, а просто, кто действительно хочет реально приехать, кто-то узнает, что ты для себя какую-то цель поставил, не бойтесь, дерзайте, старайтесь, приезжайте. Не держитесь ни за что, ни за какие там, не знаю, работы, какие-то учебы. Поэтому здесь, попробовав реально себя, можно потом уже более реально увидеть себя в будущем, именно здесь, в том направлении, в каком вы захотите. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы эти студенты тоже возвращались к нам, продолжали учить язык и изучать то, что их интересует. Если они нашли здесь что-то, что они могли бы продолжить. А те, которые приезжают, новенькие, свеженькие, чтобы тоже могли почувствовать вкус нашей страны и могли бы прочувствовать всю душу Израиля и всю прекрасную атмосферу, которая есть здесь и все то, что они могут получить. Но у меня важно, что 22-го, я тут рад, мне не верят. Университетский центр Ариэля служит прекрасным примером достижений Израиля. Его выпускники, опытные физики, инженеры и профессионалы во многих других областях, необходимых для развития израильской экономики, израильского общества и будущего страны в целом. Израильская промышленность нуждается в высококлассных инженерах и ученых, таких как выпускники Ариэльского университетского центра. В центре преподают ведущие в своей области профессора, которых отбирали не только по научным достижениям, но и по преподавательским способностям. В своем исследовании я перемещаю клетки с помощью света. Это новый, щадящий метод опознавания и уничтожения раковых клеток. Некоторые исследования и разработки университетского центра уже применяются на практике. Рядом с центром был построен завод по производству монокристаллов для электроаптической промышленности. Лазер на свободных электронах, перевезенный из Института Вайтсмана, является единственным в своем роде в Израиле. Мы разрабатываем детектор оружия, спрятанного под одеждой. Детектор действует на расстоянии нескольких метров и позволяет службам безопасности вовремя выявить подозреваемых. У меня в руках прототип такого датчика. Сейчас он находится на стадии промышленной разработки в нашей лаборатории. Мы изучаем свойства марихуаны как противовоспалительного и болеутоляющего лекарства, не влияющего на работу мозга. Атмосфера в университетском центре абсолютно неформальная. Я зачастую, когда меня называют доктором, я оборачиваюсь, чтобы понять, к кому именно обращаются. Мне очень нравится университетский центр, поскольку он позволяет также удовлетворять запросы слабых слоев населения. На мой взгляд, это должно быть одной из главных задач государства Израиль. Буквально накануне экзамена я позвонила своему преподавателю. Он уделил мне свое свободное время, и благодаря ему я сдала экзамен. У нас сплоченный коллектив, на вечеринки приходят все. Наши выпускники займут должности инженеров-разработчиков и менеджеров проектов, а также смогут участвовать в создании стартап-компаний, которые выведут Израиль на передовые позиции на международном рынке в сфере работики и автоматики. Я руководитель группы по разработке аналоговых схем, используемых в сотовых телефонах третьего поколения. Мой лектор создал нашу компанию. Сначала нас было четверо. Сегодня у нас работают 90 инженеров, и мы набираем новых выпускников. Программное обеспечение Шунра Лимитед. Спустя два года после окончания учебы на кафедре математики и информатики я вместе с двумя компаньонами основал компанию Шунра. Мы начинали как стартап-компания, нас было всего три человека. Сегодня нас 80. Шунра – прибыльная компания. Примерно 95% наших доходов приносят заказы из США и Европы. Ариэльский университетский центр в Самарии своей программой обучения и своим местоположением воплощает ценности и задачи сионизма. Здесь учат любить страну и понимать важность заселения земель Израиля. А его стратегическое месторасположение гарантирует защищенность границ Израиля. И спасибо ему за это. Что ждет нас в будущем? Планируется открытие новых кафедр? Территория центра вырастет вдвое? Будет достроен парк высоких технологий? Университетский центр растет быстро, количественно и качественно. Ариэль. Научно-исследовательский уровень центра, а также его вклад в развитие идей сионизма и индустриализацию района являются важными вехами на пути к созданию нового академического исследовательского центра Израиля. Ариэльский университетский центр в Израиле – передовой вуз. Субтитры создавал DimaTorzok